Сейчас я иду в этот магазин. Не знаю, разрешат ли снимать. Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои прекрасные зрители! Вы, конечно, уже догадались, что мы с вами находимся в московском антикварном магазине. В антикварном магазине я снимаю впервые. Как видите, здесь так много старинных вещей, что я с трудом передвигаюсь между ними. У входа нас встречает прекрасный юноша Паш, ну, почти с меня ростом. И на его факеле маска, напоминание о нашем коронавирусе. Этот торшер конца 19 века, сделан в Европе. Стоимость его 600 тысяч рублей. А материал шпиатр. Шпиатр обобщенное название сплавов цветных металлов. Шпиатр применяли в 19-м, 1-й, 3-й, 20-го века в качестве заменителя дорогой бронзы. Главное отличие шпиатра от бронзы – наличие в сплаве цинка и никеля. Да, в этом магазине в основном музейные вещи. Ну, и стоят они, конечно, соответствующие. Но это как раз та категория вещей, которая по всему миру стоит примерно одинаково. Представляете, вот такое маленькое кресло. У меня было у бабушки. Прям точно такое. Только все оно было обтянуто. И мы его выбросили. Оно маленькое. Вообще, конечно, жалко. Такое креслице. Вот, посмотрите, тоже какое кресло. Ой, какая спинка резная. Боже мой. Красота. Уникальная красота. Вот, 750 тысяч бронза. Мучьи вот не вижу. Что-то я сомневаюсь, что мы правильно представили. Вот, это, оказывается, Петербург, не подсказали. О, какая красивая. Ну, мне и керосиновая лампа нравится. Только что мы с вами делали вот обзор керосиновых ламп. Ну, это, посмотрите, это шедевр. Это уже где-нибудь такой вот в дворцах. Парень с девушкой, извините, на бронзе. Ну, это уже много, да? Так, ну, вот и комната, комната как-то милая. Ну, да, да. А вот часы тоже какие. Большие, красота. Лампы. Угу. Алло. Смотрите продолжение в следующей части. Смотрите продолжение в следующей части. Да. 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 Смотрите какие красивые. Ой. Ай. Это столик такой. Да. Не знаю как он называется. Небольшие столики. Посмотрите какие рисунки. Потрясающие. Так. Так. Тумбочка розовое дерево. Орех фарфор. Бронза. Девятнадцатый век. 185 тысяч рублей. Посмотрите какая какая сцена. Даже ключ какой. Вот посмотрите ключ сохранился какой красивый. А вот здесь стоит лампа которая меня тоже потрясла. Потому что смотрите какие в ней камни огромные. Я не знаю я думаю что это. Не знаю что это за камни. Но вообще конечно потрясающе. Ох какие часы. Попытые же сердечки. Скажи мне. Помнить poderia неожидывать. Вот смотрите, фигурка зайчика зовут Попова, 19 век, 75 тысяч. Музей, музей. Вот можно не ходить в музей, а вот прийти сюда. Вещи, конечно, уникальные, потрясающие. Спасибо. 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 Как это стоит, но цветы просто живые. Первый раз вот вижу такую потрясающую красоту. Посмотрите. Совершенно живые. Еще хочу вот эту вазу. Ой, лампу. Посмотрите. Какая красота. Уникальная. Это, по-моему, я не знаю, вазочка, что такое. Лалик. Посмотрите. Потрясающе. Вот, конечно, коллекционные вещи. Здесь можно найти что-то такое. Да, потрясающе. Лалик. Его называли гением еще при жизни. Художник, мастер, изобретатель, ювелир стиля модерн и производитель стекла эпохи арт-деко. Я давно собиралась сделать видео о его работах. И вот выпал случай. Лето 1872 года. Тихая улочка в предместе Парижа. На ступеньках дома сидит мальчик. На коленях держит альбом, а в руке карандаш. Мир вокруг полон жизни. И в его альбоме необычайно талантливые наброски цветов, деревьев, птиц. Но он упорно стремится нарисовать нечто другое. И это нечто никак не выходит. Он думает об этом день и ночь. Но все попытки тщетны. Ему 12 лет. Его зовут Ренел Лалик. И однажды он станет великим. В тот год он получил свою первую награду за успехи в рисовании. А уже в 16 лет окунулся в мир искусства с головой. Поступил под мастерием к известному ювелиру. Посещал школу декоративного искусства. Затем совершенствовал навыки в Лондоне и Париже. Сперва он работал простым чертежником в ювелирных фирмах. Но затем его эскизы начали активно использовать. Поначалу скрывая имя автора. Такая ситуация категорически не устраивала Рене. И подкопив денег, он открыл собственное дело. На пороге 25-летия он принял участие в ювелирной выставке в Лувре. Его ждала карьера респектабельного ювелира. Человека почтенного и уважаемого. Но Рене был не просто талантливым юношей с прекрасным образованием. Он был гением. Традиционное ювелирное дело, драгоценные металлы, баснословно дорогие камни, геометрические формы быстро наскучило Рене с его живым воображением и беспокойным характером. Он твердил, что намерен попробовать что-то новое и возмутительное. И эти слова стали литмотивом его творчества. Именно в те годы зарождался модерн, которому суждено было просуществовать недолго, но перевернуть с ног на голову культурную жизнь всей Европы. Рене Лалик не просто подхватил модное веяние, он стал одним из основателей стиля. Владельцы ювелирных салонов смеялись ему в лицо. Разве станет почтенная мать семейства носить брошь в виде каких-то ласточек? А эти плебейские колосси? Что за ерунду вы выдумываете, месье Лалик? Но стоило Рене воплотить свои идеи в материале, как они заворожены, выплачивали ему любую сумму и просили повторить в нескольких экземплярах. На выставке в парижском салоне Дюшан-де-Марс Лалик совершил настоящую революцию. Критики были возмущены. Сочетать драгоценные металлы с черепаховым панцирем и слоновой костью, а тот кошмарный клубок змей полагается крепить на корсаж? Да что позволяет себе этот выскочка? Зрители же, в основном зрительницы, пришли в восторг. У молодого ювелира появились свои поклонницы. И одной из них была великая актриса Сара Бернар. Неординарный характер и необычная внешность этой женщины завораживали Лалико. На долгие годы она стала для него музой и покровительницей. Бернар обожали. Бернар подражали. И спрос на украшения Лалико только рос. Он был настоящим возмутителем спокойствия. Именно он вел в моду украшения женскими образами. По тем временам это было неприлично. В 1900 году женская одежда была весьма консервативна. Закрытые темные платья, чопорность и благопристойность. Крупные смелые украшения Рене Лалико и в стиле Лалико, ведь подражание его работам стало сродни массовому помешательству среди ювелиров, требовали обнаженного тела. И светские львицы решительно облачились в платье с глубокими вырезами и открытыми плечами. Русская императрица Александра Федоровна тоже не осталась равнодушной к мастерству французского гения. Заказы от императорской семьи поступали ему неоднократно. Лалико-ювелир был феноменально популярен и успешен. Но однажды все изменилось. Бесконечный поиск новых материалов и все новые и новые его открытия в этой сфере неожиданно вернули его в детство. Туда, где в предместе Парижа в начале 1870-х маленький мальчик рыдал и рвал на клочья свои рисунки, потому что не мог изобразить облака. Сейчас уже состоявшимся 50-летним мужчиной, бешено знаменитым ювелиром, счастливым мужем и отцом, он нашел ответ на этот вопрос. Карандаш не сохранит изменчивой легкости облаков, но стекло, стекло с этой задачей справится. Так ювелир Рене Лалик стал заниматься стеклом. Во многом этому способствовала и встреча со знаменитым парфюмером Фринсуа Кати. Он тоже был известным скандалистом. Однажды, получив отказ в продаже своих духов, Кати разбил флакон прямо в бутике. И посетители, околдованный незнакомым и странным ароматом, стали наперебой требовать продать им этот парфюм. Существовавший тогда дизайн флаконов ему совершенно не нравился. Кати считал, что флакон должен соответствовать аромату, отражать его дух, его идею. Однажды, прогуливаясь без особой цели по улицам Парижа, он увидел витрину ювелирного магазина Рене Лалико и понял, вот оно, то, о чем он мечтал всегда. Поначалу Рене предстояло лишь рисовать эскизы, доверяя воплощению стеклодувом завода Бакара, но результат ему не понравился. Лалик был человек эпохи Возрождения, чудесным образом заброшенным в индустриальный XX век. Если материалы и технологии не позволяют воплотить его идеи, что ж, он сам изобретет что-то новое. За свою жизнь Рене Лалик получил 16 пациентов по технологии изготовления стекла. Цветное стекло, гардиетная окраска, стекло с патины – все это воплощение изобретательского таланта Лалико. Рецепт изготовления опалсцентного переливающегося стекла не разглашается компанией Лалик до сих пор. Он создавал потрясающей красоты флаконы для духов, таких же новаторских, как и его изделия. Фазы, вазы для современных интерьеров и светильники словно украдены из сновидений. А в последние годы жизни он увлекся оформлением интерьеров. И, разумеется, преуспел. Он ходил чудесным местечком в 24 милях от Парижа, которое давало ему богатый материал для зарисовок природных объектов. Увлекший с конца века фотографии, он делает там много снимков, по которым и создает эскизы. А затем украшения. Пруд с лебедями, деревья в тумане, заснеженные ели. Лебедей Рене фотографировал часто, чтобы с максимальной точностью передать их грацию в движение. Правая работа называется «Зимний пейзаж. 1899-1900 годы». Золото, укровистая эмаль, стекло, жемчуг. Опал – его любимый камень, который он часто использовал в своих украшениях. Ну а позже попытался создать из стекла тоже нечто похожее на опал. В своих работах Рене любил использовать барочный жемчуг. Эти пять бокалов или шесть статуэток были созданы в 1911 году. Это отиск по стеклу, кислотное травление, патинирование. Нагрудное украшение стрекоза на самом деле одно из самых зрелищных, прекрасных и одновременно ужасных драгоценностей, когда-либо созданных Рене Лалик. Брошь была представлена с огромным успехом на Всемирной выставке в 1900 году. Содержат золото, эмаль, хризопраз, халцедон, лунные камни, бриллианты. Женский бюст сделан из хризопраза. Прическа женщины в виде двух жуков создана из красного золота с эмалью. Для крыльев делались прорези в тонкой золотой пластине. Затем вставлялась тончайшая опаловая эмаль. Чтобы большой размер украшения, 23 на 26,5 см, не мешал движениям того, кто будет его носить, крылья крепились на крохотных шарнирах, что делало их подвижными. Колье орлы и сосны создано в 1899-1901 годах из золота с зеленой и синей эмалью. В середине любимые Рене кабошон и запала. В нагрудном украшении павлин перья павлина сформированы эмалью с градацией от белого цвета до зеленого и синего. Опалы и бриллианты завершают композицию. Павлин наиболее выражает дух модерна, поэтому это постоянная тема в работах лалик. Предмет изготовлен в 1898-1900 годах, а размер его 9,2 см на 19 см. Окон создан в 1913 году. Прозрачное стекло с женской и мужской фигурами, держащимися за ветви дерева. Флакон создан для аромата La Violette, фиалки, в 1925 году. Прозрачное стекло, синяя эмаль. Флакон продан с аукциона в Амахе в 2012 году. Это Небраска США за 1625 долларов. Флакон под названием Serenis Lalec создал для своего салона в 1927 году. Флаконы этой серии включают очень редкие модели. На парижском аукционе изначально этот флакон выставлялся за 15 тысяч, 20 тысяч евро. Но в итоге цена достигла 33 тысяч евро. Дорогие, дорогие друзья, видео получилось очень длинным. Хотя на самом деле я и половину не показала вам то, что я увидела в этом замечательном антикварном магазине. Поэтому будет вторая часть. А вам желаю всего самого хорошего. Надеюсь, вам было интересно. До встречи, мои дорогие друзья!